Это актер не нуждается в особом представлении. Громко заявив о себе первой работой в кино, ролью Эраста Фандарина в «Сериле Азазель», снятому по роману Бориса Акунина, он и сегодня остается востребованным и популярным, собрав огромную армию поклонников, называющих его самым интересным и интеллигентным из плеяды современных актеров, в котором чувствуется талант, стиль, вкус, интеллект. Родился будущий актер в 1977 году в украинском городе Новая Каховка. Юноша долго не раздумывал, кем стать, так как пока он учился в старших классах, его старший брат Андрей Носков, который сейчас является известным актером, уже был студентом ЛГИТМИК. Илья даже не дождался окончания школы, и в 15-летнем возрасте рванул к брату в Питер, и, что удивительно, тоже поступил в этот вуз. Это позже выяснилось, что у парня даже нет аттестата зрелости, и тогда ему пришлось год доучиваться в вечерней школе и в качестве вольного слушателя посещать занятия в вузе, после чего он был зачислен сразу на второй курс. Окончив в 1997 году вуз, Илья был принят в труппу Александринского театра, где служил 10 лет, а с 2007 года играет на сцене театра на Васильевском. Зарекомендовав себя прекрасным театральным актером, Илья решил попробовать себя и в кино, и, как было сказано выше, уже первой своей ролью привлек к себе внимание и режиссеров, и зрителей. То ли Илья родился под счастливой звездой, то ли действительно режиссеры сразу же разглядели его многогранный талант, но его обошли стороной проходные роли, и в дальнейшем ему стали предлагать лишь главные и второстепенные роли в проектах, которые, как правило, всегда имели успех. Московская сага «Вернуть веру», «Короткое дыхание», «Трависти», «Закон мышеловки», «Женские мечты о дальних странах», «Столица греха» — это далеко не полный перечень фильмов и сериалов, которые принесли актеру широчайшую известность. Постепенно у зрителей сформировалось практически однозначное мнение об Илье Носкове, как об очень талантливом и притягательном актере, который излучает свет, доброту и тепло, а, кроме того, имеет глубокое внутреннее содержание, что сейчас довольно редко встречается среди его коллег по цеху. Мне даже пришлось столкнуться с такими высказываниями зрителей о нем, где его сравнивают с мэтрами советского кино Олегом Табаковым, Олегом Янковским и Вячеславом Тихоновым, отмечая, что и среди актеров «Новой волны» есть достойные продолжатели их традиций, в частности, Илья Носков. Практически каждая из ролей актера была запоминающейся и приносила ему талику новой популярности, но та волна зрительской любви, которая накрыла его после выхода на телеэкраны сериала «Женский доктор» была несравнима ни с чем. Наверное, среди женщин, посмотревших этот проект, не было ни одной, которой бы он не запал в душу, настолько блестяще он вжился в роль врача, ординатора родильного дома, представ перед зрителями в образе настоящего мужчины, деликатного, образованного, нежного и уважающего женщин в любом проявлении. Кстати, поклонницы актера таким видят его и в реальной жизни, и они не ошибаются. Илья – примерный семьянин, любящий муж и заботливый отец. Он обожает свою жену, актрису Полину Васильеву, на которой женился в 2004 году, и просто боготворит своих детей, которых у пары на сегодняшний день уже трое – Софья, 2006 год р, Сава, 2011 год р, и Александр, 2017 год р. Кстати, двух старших детей Полина рожала дома, а роды у нее принимал Илья. Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях. Понравилась статья? Нажмите палец вверх и подпишитесь на канал. У нас интересно?